Продолжаем наше изучение Selenium WebDriver и в этом видео мы рассмотрим основные действия с браузером. Рассмотрим сразу первые 5-6 пунктов. Это переход на страницу, получение текущего URL, перезагрузку страницы, получение заголовка страницы, закрытие вкладки, закрытие браузера. За все эти действия отвечают следующие команды. Вот, они прокомментированы сверху. Проверяем, как это работает. Вот мы перешли на сайт Яндекса. Ставит таймаут 5 секунд. Сейчас, получается, закрылась вкладка, соответственно, и сам браузер. Итак, мы получили URL текущий, это yandex.ru, и, соответственно, заголовок, yandex, то есть driver title. Теперь мы рассмотрим, как работает клик мышью. Для того, чтобы у нас произошел клик, сначала мы должны определить элемент, по которому будем кликать. Далее происходит само действие. Смотрим, как это работает. Запускаемся. И сейчас у нас произошел клик по элементу с городом, поэтому появилось это меню. То есть, вот по этому элементу. Это у нас, как раз, и есть спан с классом header-topline-link-text, который мы и определили. Следующее. Получаем размер окна. Для этого определяем сначала переменную с размером, потом к ней обращаемся. Для того, чтобы определить переменную, пишем size равно, обращаемся к браузеру и используем метод getWindowSize. Дальше получаем ширину и высоту. Смотрим, как это работает. Вот мы получили ширину и высоту. Также мы имеем возможность установки размеров окна своими руками. Для этого мы должны будем использовать метод setWindowSize. Давайте посмотрим, как это работает. Давайте, знаете, как сделаем тогда? Поставим сюда... Оставим сюда то же самое. Поставим сюда тайм-аут. Наверное, секунду три. И посмотрим, как у нас отработает скрипт. Вот мы получили страницу NVIDIA. Вот у нас поменялся размер окна. И смотрим, что у нас выдалось. То есть изначально у нас было 1296 на 975. Потом был тайм-аут. Потом изменился на 1024 на 1024. Ну и потом, соответственно, мы вывели ширину и высоту после изменений. Рассмотрим следующие три возможности. Это делать размер браузера во все окно. Далее свернуть. И после этого сделать во весь экран, чтобы не было видно границ. Давайте посмотрим, как это отработает. Закомментирую, что было до этого. Поставлю тайм-аут и поменьше, чтобы мы все это быстрее увидели. По три секунды. И запускаю. То есть вы только что увидели следующие этапы. Это когда было во весь экран. Потом браузер свернулся. Ну а потом он как бы занял все пространство. Полный экранный режим. И давайте рассмотрим, как делается скриншот. То есть для этого мы используем метод driver.get.scrinshot.asfile. И указываем его имя, под которым он будет сохраняться. Дальше нужна команда самого сохранения. И будет это называться image.png. Запускаемся. Смотрим скриншот нашего окна. Вот как раз сайтом видео, который мы только что запускали. Но это может быть не всегда удобно. Потому что мы, например, хотим... Например, мы написали парсер какой-нибудь, да? Даже не парсер, а авторегер. И регистрируем аккаунт автоматически, допустим, на Алиэкспрессе. И там постоянно дают разные купоны. И мы хотим, как вариант, сделать, например, скриншот окна. И нам нужно как бы сделать скриншот не всего окна с лишними элементами, а скриншот только отдельного как бы элемента div, например, на странице. Теперь рассмотрим функцию скриншота отдельного элемента. Для этого переходим на саму страницу. Находим нужный элемент. Будем делать скриншот именно вот этого элемента, где находится город. Это получается спан с классом header.topline.link.text. Находим этот элемент. И после чего обращаемся к этому элементу, к этой переменной, со свойством скриншот. И указываем имя файла, под которым будем сохраняться. Исполняем код. Смотрим, что получилось. И мы видим то, что у нас делался скриншот отдельного элемента. Последний, 15-й пункт, который мы рассмотрим, это выполнение любого JavaScript кода на странице. Выполним алерт. Спасибо за внимание. То есть у нас появится окно, на котором будет написано спасибо за внимание. Давайте посмотрим на практике. И запускаемся. И вот у нас получается запустился браузер, и исполнился JavaScript код с этим окном. На моменте монтажа видео вспомнил еще момент, о котором хотел рассказать. Вот из первого урока у нас, помните, было, получается, исходный код страницы и вот с клавиатуры. Давайте еще раз освежим это в памяти. Получается, мы определяем переменную драйвер, наш браузер. Получаем страницу Google, получаем элемент с именем cool. Туда вводим слово webdriver. Дальше давайте заснем на 5 секунд. Дальше в переменную HTML запишем исходный код страницы и выведем на экран. Дальше закроем браузер. Запускаем. Вот у нас появилась страница, ввелось слово webdriver. Ввод с клавиатуры. Дальше получили исходный код. И браузер закрылся. Следующий важный момент это уведомления. Бывает, что на сайтах появляются уведомления, которые в будущем мешают сценарию отрабатываться. То есть, какие-то функции могут перестать работать. Поэтому желательно уведомления отключать. Давайте покажу, как они выглядят и как их отключить. То есть, вот на примере хрома. Сейчас запустимся со вкрученными уведомлениями. Вот видите, появились уведомления. Как сделать так, чтобы они не появлялись? Вот это вот, сверху которое. Для этого определяем переменную опцией. Потом туда добавляем аргумент. Вот, согласно этому коду. Дальше получается, определяем браузер. И туда подключаем нашу переменную опцию. Вот, хром-опшенс. Ну и сюда добавляем аргумент отключить уведомления. Все, сейчас еще раз запускаем этот сайт. И уведомлений быть не должно. Как видим, уведомлений нет. Тот результат, которого мы добивались. У Firefox отключается следующим образом. Также определяется переменная опцией. Дальше добавляется свойство. Получается Web Notifications Enabled. Ставится False. Дальше подключаются эти опции. И переходим на сайт. Сейчас на этом сайте также не должно быть уведомлений. Вот, окна уведомлений нет. И дальше очень важная опция. Это, например, мы что-нибудь парсим раз в сутки, да? Ну, или там раз в 10 минут. И хотелось бы, чтобы все эти процессы происходили в фоне. Чтобы не открывались эти окна браузера и не мешали нам заниматься другой работой. Если на этом компьютере делаем другие дела. Вот. Как это сделать? для хрома определяем переменную опцией. Добавляем аргумент headless. Дальше подключаем опции. Получаем страницу google.com и дальше я определил переменную html в которой будет исходный код страницы и потом вывел его на экран и закрыл браузер. Давайте посмотрим. Сейчас у нас просто должен появиться здесь исходный код, а сам эмулятор браузера не должен появляться на экране. Запускаем. все. Получается появился исходный код, а самого эмулятора на экране не появилось. В случае с Firefox также определяется переменная опцией. Применяется метод setheadless к переменной опции, потом подключаются опции. Дальше получаем также google.com и выводим на экран исходный код страницы. Давайте проверим. Вот вывелся исходный код страницы, при этом браузер не запускался. На этом все. Надеюсь данное видео было полезным. Если оно вам понравилось ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующих видео.